Сегодня в Валдай открылась научно-практическая конференция, посвященная перспективам развития рыбоводства на Северо-Западе. Она была приурочена к 160-летию образования Никольского рыборазводного завода, самого первого в истории России. Репортаж Олеся Ивановой. Вот уже несколько лет основным поставщиком рыбы на прилавке российских магазинов являются страны Скандинавии и Китая. Соотношение примерно такое. 80% импорта и лишь 20% отечественная продукция. И это при том, что за последние годы объем отраслевых продаж увеличился на 30%. Правда, теперь с введением санкций даже такой цифры явно недостаточно. Основой роста производства, любого производства, является его платежеспособный спрос. Вот сегодня, когда с нашего рынка ушел атлантический лосось, и как еще в народе называют, семка норвежская, рынок свободен и ждет. Поэтому это главное, что должно стимулировать развитие товарного рыбоводства. Еще одним символом, говорят участники научной конференции, должен стать новый федеральный закон. На условиях софинансирования правительство предлагает субсидировать трехлетние кредиты на приобретение рыбопосадочного материала и кормов, а также инвестиции, которые собственник готов вложить в строительство и реконструкцию. Кроме того, сегодня в условиях сложившейся политической обстановки государство не исключает того, что будет снижена налоговая нагрузка на рыбозаводческие хозяйства, а также отменен ряд таможенных пошлин. Помочь новгородским рыбозаводчикам обещал лично губернатор Митин. Если ножки буша уже вытеснила собственная курятина, то и за новгородским судаком и карпом не заржавеет, уверяет глава региона. Я бы предложил очень активно пересмотреть нашу политику, занять чрезвычайно активные позиции по развитию этого вида деятельств, для того, чтобы захватить этот рынок, для того, чтобы в каждом районе были свои специализированные магазины, яблоки, свежие рыбы и продукции из рыбы, и чтобы 90, как минимум, процентов этой рыбы было местного производства. К 2017 году Новгородская область должна выращивать 850 тонн рыбы. В том, что такая цифра вполне реальна, убеждено руководство профильного департамента. Во-первых, позволяет площадь новгородских прудов. Сегодня она превышает 1600 гектаров. Во-вторых, наша область, в отличие от Мурманска и Карелии, не зависит от импорта малька. Лично идет о свежем продукте на стол. Вот этот наш же традиционный судак. Вот этим нужно заниматься. Наш с вами традиционный карп, этим нужно заниматься, это бренд. Сегодня наша форель. Она не такая ярко-красная, но она экологически чистая. Сегодня в Новгородской области работает больше 10 рыбохозяйств. По итогам 2013 года объем продукции составил 500 тонн. При этом Северо-Западный федеральный округ, куда относится и Новгородчина, уже вышел на второе место по России по производству рыбы. Впереди нас только фермерские хозяйства Астрахани и Краснодара. Рыба с юга России сегодня заставляет треть всей продукции страны. При этом, говорят чиновники, судака, карпа и форель разводить экономически выгодно. Единственное, чего пока не хватает российским хозяйствам, грамотной маркетинговой политики. Если сейчас эта ситуация изменится, конечно, это потенциал, который сможет вытянуть эти хозяйства. Но не только на это, не только на предоставление неких преференций в государственных закупках и так далее, а именно на формирование системы. Система должна быть от и до, начиная от посадочного материала. А вот чего не должно быть, уверяют участники совещания, это иллюзии. Государство готово помогать, но только в том случае, если у самих производителей будет желание. Только так можно будет смело говорить не только об импортозамещении, но и создавать новый бизнес и новые рабочие места. Из Валдайского района Олеся Иванова, Алексей Федоров, Вести Великий Новгород.